Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Рэйд Тёмные Легенды. Миссии героев, лучшие герои до 40 уровня. Миссии? В плане здесь... Ага, миссии развития помогут тебе быстро прогрессировать в игре и получить награды. Награды постепенно увеличиваются, но забирать их можно только в порядке прохождения миссий. Слушай, по-моему такого же не было раньше, или было ребят, что-то я не помню. Хорошо, мы с вами забираем эту книжечку. Ага, кстати, тут вчера буквально я заходил и ко дню Святого Валентина были добавлены 12 или 14 новых персонажей, новых героев. Сегодня почему-то я не вижу. Кстати, где это можно всё, ребят, посмотреть? Так, награды, 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 новости. Смотрите-ка, сейчас я посмотрю, я попробую, ребят, найти. Так, скоро 12 героев, это всё понятно. Так, это всё не то, не то. 13 новых героев, скоро любовь на... Так, вот, ребят, вот, 14 героев ко дню Валентина, вместе они сильнее. Вот так вот, вы представляете, смотрите, Завия, легендарная, 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 Венера, Белонор, Купидус. И это всё ли... Ага, Талия Эпик, Финакс Эпик, так, Юлиана Эпик, Ромера Эпик, Калия Эпик, Атур Эпик и Нечестивица, это редкая. Искуситель Редкий, Госпитальер Редкий, Гонец Редкий. Хм, в общем, ребят, новые персонажи. Игруля, как я вам ещё раз говорю, официально выходит в конце февраля, может быть, в начале марта. Так что пока, ребятушки, можете заходить и потихонечку уже развиваться. Кстати, да, я хотел вам сказать, ребята, у меня в этой игре есть свой клан. Называется он VR Legion от Рея, естественно. Пока здесь никого нет, ребята, клан русский, поэтому здесь особо ко мне не ходят, потому что очень много, ребята, американцев, ну и так далее, и так подобное. Хотя, хотя, здесь кланы есть, кланы есть, их даже очень много. Я же забыл, ребят, как честно... А, вот, нет, не то, не то. Так, участники принять, принять, принять. Я не знаю, куда их принять. В приглашение, может быть? Хорошо, давай я вот так вот сделаю. А, игру... Ах, ёлки-палки, тут вот так вот. А почему? У меня же вроде бы был свободный доступ. Ребята, свободный доступ у меня был. А почему же я по согласованию только... А, вот, смотрите, ребята, рейтинг. Украинский клан есть тут у нас. Смотрим, украинский, опять же. Медуза, вот, русский клан на девятом месте. Я, естественно, вообще в самом низу, ребята, у меня тысячное там какое-то место. Но это и понятно, потому что клан я создал. И в игру, к сожалению, больше пока не заходил. Оу! Награда за посещение. Это что-то, ребята, ну... Нифига, там щит не подогнали! Ёлки-палки, целый сет, что ли, подарили? Ху-ху-ху-ху-ху! Я обязательно, ребята, это все воткну, как говорится. Ну что ж, друзья, а теперь будем переходить к самому главному. Так, вот это мы забираем, это тоже забираем. И, конечно же, в бой. А в бой куда? Ну, естественно, ребят, в компанию. Так, поехали. Значит, насколько нам известно, я остановился на... Подожди-ка, на дворце Аравии, по-моему, да? Нет, вру, ребята, я остановился на Тельшире. Да-да-да, кстати, именно вот здесь у меня произошел косяк с последней серией. Ребят, я здесь все прошел, как вы можете видеть. Завалил последнего босса. Но, к сожалению, там без звука все у меня было. Поэтому будем, ребята, с вами сегодня перепроходить. Да-да, именно этот уровень. Ну что ж, поехали. Уровень 1. Ух, ну, заодно мы с вами и опыта подзаработаем. Я думаю, что это... Так, ты не... Да ладно, мне не нужен никакой герой там с аурой какой-то. Мы и так справимся, я больше чем уверен. Кстати, надо было бы, ребят, конечно, посмотреть, что мы с вами получили за сет. Что у нас там за доспехи. И примерить, может быть, нам бы как раз зашло бы. Ну да ладно. Сейчас мы подеремся, пройдем и пойдем уже с вами на следующий уровень. Так, ну я думаю, что, ребят, здесь можно и на автобой сыграть. Здесь пока ничего сложного не будет. Абсолютно. Мы их всех забомбим. Удар молнии. Угу. На-ка, выкуси. Так. Орки. Ой-ой-ой. Перезвон, как-то слабенько ты бомбанул. Если честно, да? Так, бешенство. Ух. Кстати, ребят, я не знаю, как лучше на ускорении играть или на первой скорости. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. На первой, конечно, скорости все видно очень, как говорится, подробно. Блин, ты что такой снегопад-то обильно идет, а? Раньше, по-моему, было как-то не так сильно. А сейчас прям вообще. Нифига ты, собачка, не припухла ли, а? Давай, наверное, немножко ускоримся. И третья волна. Третий раунд. Давай, быстренько. Так, перезвон бомбанул. Так, Гарик не добил. Ну? Шаманка, ё-моё, ну я от тебя такого не ожидал. Да, кстати, у меня перезвон все время получает звездюлей. Постоянно почему-то. Все время его бомбят. Причем, это, ребята, первый этап. А у нас там еще будет дофигища. Слушай, а почему так сложно? Может быть, немножечко игру усложили? Не так все было раньше сложно. Я же помню прекрасно, как я проходил без всяких, ребята, трудностей. А теперь я чувствую, что как-то тяжеловато. Ладно, ребят, мы с вами здесь победили. И переходим сразу на второй этап. Да не нужно мне, не нужно мне никакой ауры. Нет у меня этого навыка, поэтому перебьемся. Встретились, голубчики. Так, у нас автобой стоит. Ю-ху. Шикарно. Так, ну с первой волной мы легко и просто с вами разобрались. Давайте вот с этими. Слушайте, ну может быть и не надо было, ребята, для вас снимать то, что я уже прошел. Мало ли вам будет интересно. Если что, ребята, вы потом можете в любую секунду перемотать, куда вам нужно. Я, конечно, не уверен, что мы с вами сразимся или сможем хотя бы победить следующую кампанию, которая будет после Тельшира. И скажу вам вкратце, ребята. После того, как мы побеждаем последнего босса вот этой вот главы и выходим, как говорится, наружу, на свободу, там будет Некромант. Некромант нас узнает. Не знаю, из каких таких прелестей он меня вдруг узнает. И, короче, ребята, будет от нас убегать. Он сядет на лодку и поплывет. Ну и мы, как говорится, не отстанем. Мы тоже сядем в лодку и поплывем за этим Некромантом. Это я вот вкратце вам говорю, что было в конце вот этого вот эпизода. И последний босс, конечно, там немножко меня прямо аж взбесил. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, 3 или 4 попытки делал, чтобы его перепройти. Так, ну что же, у нас третий, ребята, с вами бой. Так, давай. Ну, здесь все пока легко и просто. Вот тяжело будет уже где-то на предпоследних этапах. Там будут такие жесткачи. Ну, а здесь, как видите, все по стандарту. Одни орки, шипоголовые. В общем, для нас это детский сад. Мы их разберем. Да-да, ребят, вот начинают они у меня бомбить перезвона. Перезвон здесь, конечно, будет получать звездюлей по полной программе. Не забывайте, что у него сед надет на крит-атаку. Но, если честно, я не особо видел, вижу, чтобы он критовал тут офигенно. Ну да, стреляет. Иногда срабатывает заморозка. Ну, опять же, такой маленький шанс, что, извините. Так, что-то он такое странное сделал. У меня сейчас в данный момент кто фаворит? Это шаманка и это паладинка. Пока других героев я не прокачивал. Вот и все, ребят. Перезвон отыгрался. Его, наверное, сейчас рисанут, конечно же. Шаманка, наверное, рисанет его. Да. Но это только зря, потому что он опять же сейчас упадет у нас. Ну вот, вы видите, да? Да, эти орки, конечно, напрягающие. Это вот сейчас они напрягающие. А дальше они будут еще сложнее. Потому что, насколько мы можем видеть, мы начинали с вами... У них был сороковой уровень, да? Сейчас уже сорок четвертый. А у меня лишь двадцать седьмой, двадцать девятый и сороковую шаманки. То есть, вы можете представить, да, насколько они круче меня. Так, погоди-ка секундочку. Сейчас, ребята, я кое-что гляну. Где это мы сейчас с вами? Ага, мы, получается, вот здесь. То есть, раз, два, три, четыре. Четыре боя нам еще нужно сделать. Слушайте, а может быть, не будем это? Сразу на последнего босса переключимся, да и завалим его, а? Так, я думаю, будет вам проще. Вы приблизительно уже поняли, да? Ну, хорошо, хорошо. Давайте мы подеремся вот с этими, чтобы вы увидели, что это у нас за чувачки такие? Что это за чудики? Так, поехали. Продолжить. Такой ауры нет у меня, и не надо меня больше напрягать. Блин, вот это прикольно, да? Пять тысяч шепота. Пять тысяч шепота. Пять тысяч шепота. И максимальный такой чувак, блин. Йод он какой-то, но самый натуральный. По-другому его не назвать. Так, вот мы и встретились. Все у нас на авто, ребята. Все на автобое. Так, поджарили. Ха-ха, минус. Так, тридцать третий уровень у них здесь. Посмотрим, какие будут в конце нас поджидать, ребята. С каким уровнем. Ага, минус. Не упал. Упал. Двигаемся дальше. Опа, вот этот парень уже крепкий, ты посмотри. Нифига, ребят. Сорок пятый уровень. Сорок пятый у этих двоих. И тридцать восьмой вот у этих. Хе-хе. Жесть, конечно же. Воу. Тихо, спокойно. Да ладно тебе, завязывай уже. Так. Упс, минус один. Это уже хорошо. Блин, Гарик, ну какой же ты слабый. Ну не можешь. Не можешь даже... О, подбили. Фига кританул. Почти на девять тысяч. Воу, ребята. Узнаете, да, вот этого вот говнюка? Вы помните, что когда мы только начинали с вами играть в первой серии, вот такой вот хмырь вышел к нам, а он сразу же получил, по-моему, стрелу в глаз. Если я не ошибаюсь. После него уже там был дракон, который сожрал у нас якобы магичку. По-моему, магичка там была. Или... Нет, там была лучница, да. Ладно, в любом случае, сейчас мы здесь этих ребят одолеем. Они офигеть, как пробафаны были. Но это их не спасет. Последний босс будет все-таки, по-моему, хуже. Хотя вы не забывайте, ребята, что после того босса я еще прокачивал своих героев. Может быть, даже будет... Зачем я нажал далее? Нет, нам далее не надо. Мы сразу с вами перейдем к последнему боссу. Вот он. Уровень седьмой. Естественно, ребята, он будет с охранниками. Все как полагается. Будем убивать и тех, и тех. Сейчас посмотрим, ребята. В прошлый раз, я вам говорю, раза три или четыре мне приходилось переигрывать. Потому что он у меня валил и валил. Сейчас, может быть, разберем его как сосунка. Ой, сосредоточились. Кстати, мне нужно еще поменять жетоны свои. Пипец какой-то там пишет кто-то. Так, ну что? Здесь вначале все хорошо и просто. Но не забывайте, ребята, уже 36 уровень у них. Да? Так, этот сейчас допищится здесь. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, перезвон. Ну что ж ты так? Так, надо, по-моему... Нет, здесь мы тоже можем, ребят, сыграть. Кстати, тоже, видите, да? Шаманка здесь есть. Опс, подожди-ка секунду, я кучу вспомнил. Нам нужно, ребята, здесь убивать шаманку в первую очередь. Потому что если мы, например, убьем, ну, либо этого, либо этого, либо этого, шаманка рисанет. Поэтому нужно было именно ее уничтожать в первую очередь. Блин, да хорош атаковать моего перезвона. Вы достали уже. У него контратака срабатывает. Это очень хорошо, ребят. Вот здесь почему-то не сработало. Так, давай-ка я вон того гаденыша не подбил. А теперь вот так вот сделаем. Горить в аду. И вот, ребята, босс. Вот он. Собственной, блин, персоной. Да, жалко мне, конечно, моего перезвончика. Тыч! Ну, отнимает неплохо за рой, согласитесь. Так, давай-ка мы вот этих вот стражников сейчас забомбим. Они нам будут очень сильно, ребят, мешать. В дальнейшем. Поэтому я думаю, что есть смысл сейчас вот именно от них избавиться. Так, секунду. Давай-ка. Это что? Нет, это у нас резать. Нам нужно убить. Минус один охранник. Терзание. Я не буду пока, ребята, резать перезвона. Я не вижу. Что-то он, по-моему, так раньше не бомбил жестко. Ты что? Парнишка, е-мое. Ты успокойся. Такой здоровый, да? Орк. Черт подери. Давайте мы вот так с вами сделаем. Дыч! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хорош. Прекрасно бомбанули. Так, добьем. Добьем этого говнюка. И теперь уже у нас... Да хорош, что уже паладиншему ее атаковать, а. Достал, запарил уже. На тебе. Опа. Солидно отняли здоровье. Так, теперь бомбанем еще вот так. И, наверное, ребята, я буду резать. Блин. А если я рисану перезвона? Как вы думаете? Он не добьет у меня паладиншу? А мне вот кажется, что он может. Он способен на это. Так. Хильнем... Давайте хильнемся лучше. Маленечко. Так, кого? Ну, естественно, паладиншу он тут атакует. На 2000 он нанес урона. Слушайте, я думаю, что мы его с вами сейчас победим. Вау. Супер атака. И добивочный... Вот так мы сделаем его с вами. Гори. Говнюк. Да, ребята, после этого у нас, конечно же, должна быть заставка. Ох ты, нифига мне там дали. Новый герой. Редкий. Кто это такой? Это сторожевой варг. Хо, прикольно используется. И после этого, ребята, должна быть заставка. Как мы идем с вами по городу. И нас замечает некий некромант. Который там что-то орать будет. Не по-детски. Садится в лодку и уплывает. Он уплывает и, конечно же, мы следом за ним плывем. Так. Называется это пролив Вальдемара. Вот, ребята, в принципе, и тот самый некромант. Полтиннички. Ребята, посмотрите уровни. 45-й, 47-й, 50-й. Ох, ё-моё. Слушайте, я, конечно же, сейчас попробую, ребят, бомбануть их. Я не знаю, насколько у нас это получится. Но я хотел у нас, кстати, вот смотрите. Где-то это надо смотреть не здесь. Это надо смотреть в другом месте. Это в большой зал. Нам нужно отправиться. И у нас с вами 57 жетонов. Если я не ошибаюсь, мы с вами можем что-то открыть. Так. Надо вначале определиться, на какого персонажа мы будем с вами что-то открывать. Так. Подожди. Где нам посмотреть? Лучше в таверне, наверное, этим делом заняться. Да, кстати, вот у меня, ребята, тоже новый герой. Я уж не знаю, видели вы его или нет. В джизах я его выиграл. Так. Смотрим, что у нас тут еще есть. Вот этих мы, естественно, на корм будем пускать. Редкий фиолетовый. Слушай, это карта фиолетовая или это просто фон обычный фиолетовый? Короче, нам нужно с вами вот, наверное, вот этот черепундель, да? Развивать, я думаю. Или молнию. Давай молнию. С молнией будем, да? У нас и паладинша, и этот амперезвон как раз фракции молнии. Так. Вот молния. И смотрим, ребят. Это дух. Здоровье, да? 2%, потом 3%. Увеличиваем. Ого, улучшили. В общем, ребят, 50 жетонов потратили, и здоровье у нас на 2% улучшилось. Соответственно, тут у нас, я так понимаю, будет улучшаться атака. Здесь защита, крит, урон, сопротивление и меткость. Вот так. Испытание. Что мы тут с вами забираем? Улучшили любой бонус в большом зале. А что нам тут дают? Пришло время активировать первый бонус большого зала. Ну, это мы просто, ребята, энергию с вами забираем. 50 штучек. Она нам пригодится очень сильно. И еще хотел я, ребят, вот этот вот шарт вскрыть. Давайте мы посмотрим, что у нас выпадет из него. Наверное, как всегда, зеленуха какая-нибудь, да? Две звезды. Хе-хе-хе. Оу. Госпитальер. Три звезды. Ребята, это как раз из ивента, который, как я вам говорил, называется День Святого Валентина. Ты посмотри, у него прикольно. Блин, ну ты, блин, красиво все-таки. Игра красиво сделана, красиво анимирована. Все вообще. Ну, не придраться. Причем, смотрите, ребята. Ух ты. Этот персонажик-то по ходу дела. Поддержка. Этот персонаж, знаете, мне кажется, он многого стоит. А ну-ка посмотрим. Так, атака по врагу. Тут у нее, так, атака по всем врагам. С вероятностью 50% снимает случайный бонус у каждой цели. Плюс накладывает на союзников бонус скорости 15% и бонус крит шанса 15% на 2 хода. Вот так. И добрый союзник. Когда нечестивица убивает врага, воскрешает случайного союзника с 25% здоровья, накладывает на него блок урона на один ход. Нечестивица. То есть, я так понимаю, вот, видите, доступ только с нечестивицей в команде. То есть, если у нас будет нечестивица, они в паре будут прикольно себя чувствовать. Но пока у меня такого персонажа, ребята, к сожалению, нет. У меня есть 7 загадочных осколков, но я думаю, что нет смысла, ребята, в данный момент их использовать. Да? Вот, 7 осколочков у нас этих осталось. Так, коллекция, все, там трыпыр. Я думаю, что мы с вами... Давай мы поставим дальше тренироваться нашего вот этого вот... Мертвеца, лича, который звать... И отправляемся в бой. Уж больно, мне интересно, сможем ли мы с вами... Блин, клановые битвы у меня открылись. Хе-хе-хе-хе. Ребят, представляете, клановые битвы. Я сейчас один туда побегу. Ага, губешки раскатили. Нет, не побегу я никуда. В общем, ребят, вы поняли, да? ВР Легион. Так что, приходите, вступайте. И мы будем крошить наших врагов. Так, пролив Вальдемара. Поехали. Ну, сколько сможем пройти? Столько сможем. Хотя, ребят, ну, офигеть просто можно. 40-е уровни, да? Тут 30-е, 28-е. А тут 45-е. Хе-хе-хе. Сейчас буду отгребать, чувствую. Вау, довольно прикольно сделано. Вы видели, да? Мы на корабле. Ой, ну что ж, давай, перезвончик, приступим. Отлично, бумкнули. Так, а если вот так вот сделаем? Йоу. Блин, один выжил. Где отсюда? Блин, так классно сделано, ребята. Вообще красота. Ох, смотри, какой-то воришка тут. А воришка, ты нам здесь не нужен. Точнее, это даже какой-то не воришка, а убийца, типа того. А ну-ка, давай-ка мы его. Шуга! Ой, гаря, гаря. Ты совсем плохой. Совсем плохо бомбит. Так, че делаем-то? Ну-ка, попробуем так. Хоба! Фига на звезданул эту тачочку. Двойное попадание делает, ты смотри. Да ладно, еще двойное попадание. Контратака. Вот это другой разговор. Блин, почему у тебя не срабатывает заморозка? Я не могу понять. Фига, вы увидели, да? Так, ну этого мы добьем. Минус, хорошо. Блин, теперь таково. Давай вот этого, наверное. Тресь, тресь. Так, ну здесь Гарик молодец. Вырулил ситуацию. Так. Эйх. Добьем, надеюсь. Тыч. Блин, вражина очень, ребята, крепкий. Очень крепкий. Вы это, наверное, сами видите прекрасно и без меня. Добьют все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так и думал, ребят. Ладно, он за это ответит. Своей жизнью. И мы переходим на вторую волну. Ё-ка, ломан. Тут-то... Ребят, тут какие-то... А почему, интересно, смотрите... Вот эти вот враги вроде бы как люди, да? А почему мы с вами бежим за некромантом? Ну, некромант... Никто не говорил, что некромантом не может быть человек. Некромант это тот, кто призывает нежить. А уж какая раса, это не имеет значения. В принципе, да. Да что ты... Совместную атаку. Да... Блин. Не нравится мне это все, я вам скажу, ребят. Какой-то расколбас тут идет. Почему Гаррика они не атакуют, а? На. Не знаю. Давай, наверное, просто убьем. Я хотел уже резать перезона, но я думаю, что его тут заколбасят. Вот, пускай бьют Гарика. У Гарика... Что хорошо? Что он, ребята, имеет небольшой вампиризм и восстанавливает в себе здоровье. И это... Как бы очень классно. Ага. Ну-ка, пробьем мы его. Нет, у него большая сопротивляемость. А вот против Гарика у него никакой сопротивляемости не было. Ну что же, мы с вами прошли... Ох ты, мы получили меч с эффектом вампиризм. Правда, одна звезда. Меня это немножко, ребят, не устраивает. Так. 45-е уровни. Конечно же, конечно же, ребят, продолжаем бой. Будем играть до тех пор, пока не встрянем, пока не проиграем. С вами. Я так вот и думаю. Фух. Так. Опять на корабле, да? Опять кораблики. Перезвон, давай. Жух. На этот раз уже никто не упал. С первого раза. Теперь полегли абсолютно все. Так. Воришки. Воришки 40... Ну, давай, наверное, мы... Воришка или убийца? Это я не знаю, кто это. Похож на какого-то, знаете, тихого убийцу. Я бы так, наверное, назвал. Давай, ладно, мы вот этого убьем. Сможем ли... Ну, давай вот это вот попробуем нанести. Ага, на 4100 мы прописали ему. Это хорошо, ребят. Грязная игра, двойной. Опять, вот опять в перезвона. Почему именно его вы атакуете, а? Неужели он, блин, имеет свойство провокации или что? Почему вы Гаррика не атакуете? Он у меня для этих целей-то, в принципе, и взят в команду, чтобы быть танкующим. Ну, нет же, нифига. Им почему-то вот подавай именно перезвона. Самого слабенького. Ты смотри, ну неужели? Неужели эта девчуля додумалась атаковать Гаррика? И это хорошо, ребят. Но она не упала. Так, это у нас какая? Это вторая волна, да? Или первая, блин? Так, это у нас вторая. Вот, видно. А, нет. Это, ребята, третья. Все. Отлично. Если мы здесь с вами выживаем... То будет замечательно. А я попробую выжить. Жух! Ну, да, да. Ага. Ладно. Вот этот, конечно, козырный сделал. Смотрите, ребята. Меч. Тут же топорик у него. Лось. Как слабость работает. Как слабость. Так же, наверное, как сопротивляемость. Только в обратку. Так, совместная атака. Ну, это хорошо. Паладинша у меня выдержит, ребята. Опа. А это маг. Это маг. Он меня заблокировал. На два хода, что ли? Или что он сделал такого? Какой... Какой-то блок поставил. Не знаю, ребята, с чем он связан. Жух! Вот видите, да? Перезвончик в данный момент отработал вообще шикарно здесь. Потому что у него была усиленная атака. А ну-ка сдохнем, Марзота. Хе-хе. Круто. Ну, здесь, согласитесь, очень хорошо мы прошли с вами. Денюшка у нас копится, а мы с вами продолжаем. Так, задание выполнено. Одержите победу. Одержали мы уже победу. И тут уже 47 уровень плюс, чувачки, на 4 звезды. Нас, кстати, спасает то, что у нас, ребята, не просто желтые звезды, а все-таки фиолетовые. Вот у перезвона. Вот его надо прокачивать обязательно. Чтобы он хотя бы, ну, стоял на ногах. И, кстати, смотрите, легендарные предметы здесь будут. А у меня максимально, что было, это эпически. Легендарных я еще и не видел. А если я даже не ошибаюсь, то их раньше и не было. Они только вот недавно, по-моему, появились. Могу ошибаться, ребят. Не буду утверждать на 100%. Так, добиваем. Нет, не получится добить. Но два упало. Это уже хорошо. И вот этого вот гаврика. Чиди! Сильно. Прямо написали так. Сильно, парень, ты звезданул. На-ка, отдохни. Так, второй раунд. И здесь, ну, ничего сложного я не вижу здесь. Давай-ка, наверное, мы с тобой вот так сделаем. Слушай, ну неплохо, да? Да, пол хп сразу отнимает. А если мы еще вот так сделаем? Вот тут, конечно, у них офигенная сопротивляемость. Поэтому Гарик здесь, грубо говоря, ребят, ничего из себя не представляет. Он слабоват здесь. Ну и шаманка, как мы видим, тоже. То есть, тут неплохо заходит у нас кто? Паладинша и перезвон, как я могу понимать. Ох ты, ядик повесили. Ну-ка. Ну, перезвон, да. О, хорошо, сейчас бомбанул. Вообще шикарно. А видите, вот у Гарика, когда стрелочка вниз, ребята, это означает, что у нас пониженная атака. Просто пониженная. Блин, травят. А вот у Паладинша, когда две зеленые стрелочки вниз, это означает наоборот, ребята. Атака повышенная. Ну. Опа, неплохо, да? Он ножчики бросанул. Получи. Вот здесь перезвон хорошо бомбит. И я думаю, да, Гарик здесь слабоват. Тынь-пинь. Вообще слабо. Даже прям пишут нам русским языком. Слабо. И добивочный. Трыч. Готов. Так, кто у нас здесь? Те же самые архаровцы. Ничего не поменялось. Ребят, через один ход мы с вами применим супер атаку перезвона. Если, конечно, он у нас выживет. А пока будем вот так бомбить. Ага. Добьем вот этого вот воришку. Бандита. Я не знаю, как его назвать. Так, атакуем. Давай вот этого попробуем. Хоба. Боевой дух. Шанс Крита, да? Повысили. Блин, траванули. Два яда висит у меня на паладинке. Но, ребята, она выдерживает. Фига не тут. Ну-ка, лежать, я сказал. Так, перезвончик. Давай мы с тобой. Смотрите, видите, ребята? Две стрелочки вниз. Зелененькие. Это означает, что превосходная атака. Хотя я особо сильный. Разницы не увидел. Падает? Падает. И остается у нас вот этот вот мечник. С такой кияночкой тут стоит. Во-во-во, молодец, молодец. Ты на Гаррика почаще нападай. Он любит, когда на него достойные войны нападают. Ну что же, прошли. Как ни странно, ребята. О, щит получили. Да, это же щит. По-моему, да. С вампиризмом опять же. Так, и мы переходим с вами. Ого. Сорок седьмой уровень уже. Я хоть что-нибудь заработал, а? Ребят, давайте-ка глянем. Ох-ох-ох-ох-ох. Раз, два. Получается, раз, два, три. Четыре боя, ребята. И выйдем с вами на того самого некроманта. Жгучего мужичка, так скажем, злодея, который от нас уплыл. Так, да, мы с вами что-то сделали. Забираем 100 опыта. Кстати, у меня, по-моему, должен быть скоро опыт. У меня 94% уже накоплено. И это не может не радовать. А можно вот так вот мне сделать. Как-нибудь... Я не могу, например, открыть... Ага. Только, наверное, 10 штук за раз могу открыть. А тут только, ребят, по одному. Не хочу. Хочу, знаете, что сделать? Хочу зайти в таверну и скормить. А кому будем скармливать? Да, я хотел вот в джизах... Его хотел немножечко прокачать. Поэтому я скармливаю вот этих вот слабеньких персонажей. И всего лишь он 18 уровень получает. Представляешь? Всего лишь 18 уровень. Можно, конечно, и вот этих стравить. 19 будет уровень. Надо как-нибудь заняться мне, ребята, изучением вот этих вот персонажей. Сказали двух звездочных не тратить. Ну, ладно, хорошо. Не будем пока тратить, ребята. Знаю, что вот с этих вот гемов мы можем с вами навыбивать героев однозвездочных там. И уже их скорбить. Хорошо. Так пускай и остается. Ну что же, ребят. Давайте мы с вами отправляемся опять в команду. В команду, в компанию. У нас с вами четыре боя всего лишь нужно сделать. И не будем, как говорится, откладывать это все в долгий ящик. Ух! Была не была. Я не буду, ребят, сегодня выступать на арене. Потому что мне надо немножко отдохнуть. Потому что сегодня я иду на работу в ночь. Надеюсь, вы меня поймете. Я, как говорится, уже сломя голову записываю этот ролик. Так, нифига, тут аж чувак бедный молниями аж покрылся. Минус два. Это уже хорошо. Минус. Так, и вот этого. Может быть, нет. Не будем мы, ребят, на ускорение здесь делать. Потому что здесь... Ни вы не видели, ни я здесь не играл. Поэтому ускорение будем игнорировать. Ого! Вот это перезвончик сейчас бомбанул, ребят, я вам скажу. Просто, видел, все хп снес. С удара. Опа! Сработала заморозка. Вот это круто, ребят. То есть он пропускает один ход. Он заморожен. Ну, естественно, он отошел. Но в любом случае он ход-то свой продинамил. Так, ладно. Добьем. Добьем. И вот эти вот... Блин, Гарик, ну почему ты такой слабый? А? Почему, я тебя спрашиваю. Ты должен быть крутым. Ты же главный герой у меня. Ё-моё, в конце концов. Я же для чего тебя выбирал? Да, я, конечно, ребят, сглупил. Надо было вот когда перед началом игры, помните, да? Когда нам предоставлялся выбор персонажей. Надо было взять все-таки, мне кажется, мага. Ну, я же не знал, что вот так вот. Потому что у нас бойцов тут хоть сколько, хоть отбавляют. А вот магов почему-то очень мало. Так, ну-ка, пробьем. Пробили. Так, это у нас какая? Третья волна. Поэтому можно, ребята, и... Так вот сделать. Так какое тебе вдохновение? Блин, я еще... Сет-то все... Все забываю, ребят, глянуть про тот самый сет, который мы получили. Ладно, сейчас мы этого... Оп-оп. Отдыхает. Е. Тыдыщ. Круто. Сокращение шкалы хода. Вот что мы делаем. Я думаю, что там замолнии какие-то вокруг него сияют. Эй-эй-эй-эй-эй. Слабенько это было. Лось, а лось. Порчи минотавра. Что дает? Да, наверное. Не знаю, что дает. Так. Получили перчатку. Опять же, ребята, одну звезду. Ну что же, поехали. Уже 50-е уровни у нас встают на пути. Ничего, блин, хорошего здесь не сулит. Но зато заметьте, что не атакуют моего перезвона. Как-то не странно. Не атакуют. Так, 42-е уровни начинаются. Естественно, я хочу вот так вот бомбануть. Слабо. Блин, слабо. Ладно, давай так будем добивать. Да что ж такое-то. Ага. Так, ну-ка, радость моя, давай вот. Давай вот этого вот бандюгу. Блин, не получилось. Они делают вдохновение. Это бонус к атаке. Этот еще яд вешает. Но у нас небольшая сопротивляемость была. Совсем маленькая. Но все равно будет травить нас. Так, минус. Падай, гадюка. Отлично. Так, и... Нет, не добьем. Снятие бонуса. Мы сняли бонус. Тыч, нифига она там метает. На-ка, выкуси. Второй раунд. Все, здесь я буду, ребят, применять свои суперспец возможности. Ага, применил. Тыч. Офигеть, он, конечно, бомбит. Что же нам... Давай вот так вот сделаем. Да ну, хорош ты. Смотри, ребят, он вообще здоровья не отнимает своими ударами. То есть, вывод у меня такой, ребят, складывается. Что Гаррика просто можно целенаправленно менять. Снимать с него вот эти вот все доспехи, которые на нем стоят. На вампирик. Грязная игра. И убирать его в дальний-вдальний угол. Или же прокачивать по звездам. Хотя я почему-то сомневаюсь, что нам это что-то даст. Если я его даже прокачаю. Понимаете? Большой ун. Пять звезд. Легендарный. Нифига там чувак кто-то вытащил. Призвал героя. Легендарный, блин. А говорили, невозможно легендарного героя тут получить, призвать. Все возможно. При желании-то. Все это, ребята, возможно. Так, хорош. Хорош. Так, нет, я оставлю, ребята, этот бонус. Он нам пригодится. Но перезвончик здесь оплашал. Не уложили мы, к сожалению, эту барышню. Да ладно тебе, Гарюша, хорош. Ну, что ты вот сам-то делен? Ну, уж мог бы подбить. Нет, вот сидит, лобызает ее. Может, она ему понравилась, а? Ха-ха-ха-ха. А кто его знает? От Гаррика можно все что угодно ожидать. Ну, пицц. Пицц. И нифигашки живеханик. Так, ладно, ребят, третий раунд. Так, это у нас второй бой. Еще два боя, да? И мы с вами встретимся с боссом. С боссом, с некромантом. Так, сокращение шкалы хода. Упс. Так, давай, наверное, вот этого добьем. На 4 500 звездонули. Так, теперь, наверное, вот эту вот барышню. Бонус крит шанса. Ого. Блок чего? Чего он там? Какой-то блок себе повесил. Интересно, а что за блок? Ого. Ого. У него, ребята, абсолютно сопротивляемость. Представляешь? На один ход. А мы тогда будем лечиться. Блин, неужели не спало еще? Офигеть. Слушайте, ну это, ребята, убер способность, если честно. На один ход просто быть неуязвимым. Причем, представляете, если у тебя есть провокация, ты танк на себя вешаешь, тебя бомбят и тебе пофиг на все, ребят. Ну что, 50-е уже уровни у нас. Все-таки мы 30-е. Мы разруливаем здесь ситуацию с вами вообще просто по чернаку. Ладно, эти ребята сейчас, наверное, пожалеют о том, что родились на свете, что они вообще встали против меня. Несмотря на то, что будут в конце именно 50-е уровни. Давай. Ого. Это для начала, ребят. Это для начала. Это для разминки, так скажем. Да ладно тебе, блин. Ну, Гарюша, ну ты меня расстраиваешь. Вообще, с каждым новым боем он меня все больше и больше расстраивает. Честно вам скажу. Ну, добьем. Молодец. Вот шаманка меня здесь не подвела. Грязная игра. Опять же, он тут свою грязную игру... Сдохни! Никаких грязных игр. Все должно быть по-честному. Вторая волна, ребята. Готовимся. Время 39 секунд у нас все лишь прошло. Ну-ка. Штраф скорости мы повесили. Это хорошо. Так. Ну, давай вот так сделаем. Уже, ребята, уже полтинчики у нас здесь, кстати. Если вы не заметили. Были сороковые уровни, уже полтинчики стоят. И... Вуз не дуют и не жужжат. Оу, слабо. Так, ну-ка. Еще себе и бонус атаки. Клемящее железо. Фига. Что это они такое тут сейчас вытворяют, а? Ну-ка. Упс. Штраф скорости. Отлично, ребята. И добивочный для нее персонально от паладинки. На-ка. Опять слабо. С деревянным, блин, щитом. Ну, пробей Гаррика его хорошенько. Нифига не пробиваешь ты. Перезвончик. Почти, почти уложил, но немножечко не хватило. Так, все. Переходим на третий раунд. Так, у меня... Во. Хорошо, отлично. Упс. Так, ну, не так, конечно, как я хотел. Но все равно нормуль. И добьем мы, наверное, вот этого вот. Мага. Это маг, ребят, наверное, скорее всего. Потому что, по крайней мере, он... Там чем-то бабахал в наших... Именно... Да ладно тебе, шаманочка! Клеймящий железо делает слабость на нас. Опа! Опять он делает блок. Да нет, нет, перезвон. Это бесполезно. Ты видишь, у него блок стоит. Гад. Обезопасил себя, а? Ладно, я этого убью. Вот этого вот. Стужа. Ребята, это повезло нам. Ты посмотри, он сейчас просто свой ход в заморозке просто протупит. А мы... Ну, нам придется, ребят, атаковать фиги. Хоть это и бесполезно. Гарик, давай тоже атакуй. Ну? Да что ж ты... Давай. Так, я на автобой, ребят, поставлю. Мы его сейчас должны забомбашить. Йохоу! Ну да, конечно, забомбашили. Е! Отлично! Победили! Ну что же, мы с вами переходим на последний уровень, ребята. Вот он босс. У него сколько звезд-то, ёпорст? Пять звезд. Он 35-го уровня. Ну, была не была. Продолжить. Фух, сейчас еще видеоролик будет. Видеозаставка, ребят. Должна быть, по крайней мере. Если у перехода из этапа к этапу, у нас всегда ролик. Но он будет в конце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что делать. Давай попробуем. Так? Для начала. Супер удары я попробую оставить на последочек. На босса. Вот так вот я скажу даже. Так, паладинша. Укладываю его спать. Шаманочка, шаманочка. Давай атаку сделаем. Ну, пол здоровья снимает. Это уже хорошо. Сопротивление. Двойная атака, да? Боевой призыв. Да чтоб тебя! Ты посмотри, что делает. Так, ладно. Этого должны мы ухоркать. Есть. Так, ну тут, в принципе, от Гаррика ничего не решается. Он бьет всех слабо. Паладинша должна. Отлично прописала. И шаманка моя добивает вот этого вот мечника. У нас остался бандюга здесь только. Так, отлично. Ну, в принципе, ребят, здесь автобой я поставлю. Мы его здесь... Погоди, погоди, автобой. Чуть было не сглупило. Они могли бы сейчас просто на одного персонажа потратить все свои супер удары. Поэтому, ну-ка, нафиг. Лучше я буду здесь сам разруливать. Вот этого надо уложить. Стужа. Тыч. Опа. А у него, ребят... Блин, сопротивляемость колоссальная. И меня это немножечко пугает. Ты посмотри. Это чтобы одного разобрать, нам приходится всех четырех персонажей пускать в ход. Бонус к атаке. Грязная игра, опять же, сопротивление. Яда повесили целую кучу. Угу. Почти, ребята, в уцели. Слушай, Гаррика можно даже пропускать в ход, потому что, ну, ничего здесь на самом деле вообще не решает. Е. Два бандита. Слушай, ну, я думаю, мы справимся здесь. Самое удивительное, что никто не атакует Перезона. Мне вот это нравится, потому что остальные... Тихо. Да ну, хорош! Как ты так умудрился, блин, по нескольку ходов-то сделать? Так, паладинша, я не знаю даже. Нам нужно как-то выручать Гаррика, иначе он упадет у нас. Я делаю вот так вот. Другого варианта не вижу, ребят. Добиваем этого хмырёныша. Так, ну что ты тут предположишь? Ты посмотри, блин. Все почему-то бомбят по Гаррику. Почему именно в него? Раз, два. Так, мы, в принципе, должны справиться здесь. Падай. Упал. И мы переходим с вами к боссу. Вот он. Ё-моё, что у него там? Злоба. Что он там повесил? Регенерацию? Упс. Ах, хорошо как пошло. Давай, давай, давай. Будем жарить их всех тут. Регенерация, да, значит, говоришь? Я надеюсь, ты не умеешь их воскрешать. Не хотелось бы, чтобы ты умел. Почему? Я же хотел атаковать... Не понял. Погоди-ка секунду. У него, ребята, типа вампиризм. А он восстанавливает себе здоровье. Ты понял? А ну-ка. Да... Я же атаковать хотел вот этого. Почему? Давай добьем. Все. Ну, посмотрим теперь, что этот некромант у нас сделает в одиночку. Высасывает жизнь он у нас. Вот что я вам скажу, ребят. Ага. Нам бы вот... Я даже не знаю, что нам сделать-то. Хорошо. Сейчас приголубили мы его. Так, попробуем, ребят. О, хорошо. Отлично. Да ладно, ну... А, ну он не так уж много, ребят. Здоровье-то восстанавливает. Но Гарик, ребята, у нас на пределе. Гарик может упасть в любую секунду. Хорошо, тут мы ему прописали. Так, давай-ка я Гарика немножко, ребят, рисану. Да вообще, мы все рисуемся по чуть-чуть. Даже если упадет, у меня у шаманки есть воскрешение. То есть, одному герою мы сможем с вами воскресить. Ты достал, а? Блин, еще откат, ребят. Ага, перезвон сделал свое доброе дело. На! А, ну-ка. Так, так, и добивает у меня шаманка. Давай. Тынч! Ну что, ребята, на ваших глазах прошел. Когда поверженный некромант рухнул на палубу, из его мантии выпала книга заклинаний. В ней магические письмена описывали ужасающий ритуал темной мессы. Тем временем, уцелевшие рыцари священного ордена пришли в себя. Рыцарь по имени Кенрик попросил прощения за своих собратьев, находящихся под заклятием некроманта. Он поклялся восстановить честь ордена и помочь героям искоренить тьму. Вот, ребята, в чем была загвоздка. Я думал, с какого перепуга у некроманта в подчинении орден. А он, оказывается, завладел их умами. Вот, вот теперь все понятно. Ну что же, мы переходим с вами на другую главу. Глава девятая. Пустоши. Выжженные пустоши были усеяны руинами, оставшимися со времен, когда здесь жили люди. Это было еще до появления серного дракона. Спустя три дня, отбиваясь от диких зверей и патрулей варваров, команда, наконец, вышла к храму Люмайи, где должен был произойти темный ритуал. Под пульсирующий монотонный гул варвары проводили через храмовые врата толпы представителей всевозможных племен и народностей. Ох, ребята, нифига тут чуваки. Огры. Сколько? Пятизвездочные уже пошли, ты представляешь? Ох, ребятулечки. И кто ж тут будет в конце? Ё-моё, серный дракон собственной по ходу дела персоны. Да, да. Ну что ж, дорогие мои друзья, у меня немножко, к сожалению, осталось времени. Я надеюсь, мы с вами обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Ну а я надеюсь, ребятушки, что вам понравилась игруля. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok